Ну что, ребят, всем привет! Выскочил опять на охоту. Кто-то уже успел 4 раза съездить, а мы всего лишь были раз. На утренней зорьке уток раздал всех. Вот честно сказать, ни одной утки дома нет. Вот просто ни одной. Все отдал. Теперь самому охоту что-то там сготовить, покушать. Решили мы выскочить на блотоходе в наши проверенные места. Вот сегодня дует небольшой ветерок. Может быть, я бы и не поехал, потому что утка вся ушла. Ее нет, она вся на большой воде. До нее не добраться. Но дует небольшой ветерок с большой воды как раз нам сюда. И вот мы думаем, может быть, сегодня нам повезет и мы что-то добудем. Проблема в том, что дорог нет. Все везде размыто. Сейчас руками будем сталкивать лодку. Она тяжелая с мотором. И не знаю, зайдем мы или нет. Воды очень мало. Возможно, мы уже и не пройдем по мели там. Потому что там уже практически, наверное, 5 сантиметров воды нет. Будем пробовать. Смотрите, заход. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, приехали. Вообще воды нет. Мы отсюда ее просто замучимся вытаскивать сейчас. Это просто жесть. Это просто жесть. Ну-ка, пройди, посмотри, там дальше есть вода. Может, мы ее туда вперед протащим. Там разгонимся. И дело в том, что твердый, ребят. Была бы мяша. Мода, тут опять у тебя водичка пошла. Чуть-чуть не доехали мы. А тут вот вообще сантиметров 5. Фух. Ну что, ребят, красиво ехали. Но недолго. Вода кончилась совсем. Смотрите, идет вот такая лабза. О, проваливайся. Просто лабза. Лодка встала капитально. Как мы будем ее тащить, не знаю. По камышу и по суше она еще не научилась ездить. Будем сейчас вытаскивать ее назад. Но если честно говоря, мы уже ее тащим. Метров 50 протащили. Сил нет. Все мокрые. Вот такая охота. Да, начало было хорошее, но недолгим. Вода ушла. Если посмотрите по камышу, примерно на метр. Даже больше, чем на метр ушла вода. Все высохло нафиг. Так, поедем сейчас на другое озеро пробовать. Почему вы спрашиваете, я не езжу на болотоходе. Да потому что, вот сами видите, нет воды. И на нем вообще нереально где-то спустить его, дотащить до воды. Вот там если и тише метров 500, будет хороший, глубокие плеса. Но тащить ее 500 метров по лабзи, по этой, просто невозможно. Ладно, встретимся с вами на другом месте. Сейчас будем переезжать. Долго, ребят, ездили. Перебрались на новое место. Утка летает. Вот вижу, отсюда стою, что уточки летают. Лодку тащили. Тяжелый здесь тоже заход. Сперва руками утолкали прицеп, потому что здесь уже мяша начинается. Ну и сейчас лодку, тут по щиколотку, дотолкаем каких-то 15 метров. И на болотоходе пойдем здесь большой плес, хороший. Здесь мы, я думаю, поохотимся. Ветер раздувается все сильнее. Не знаю, как камеру задувать будет. Но я думаю, здесь будет интересно. Нет, Аля, давай попробуем лодку толкнуть. Вот эту всю лодку вот сюда. Она и тот камыш отодвинет, и этот. Подожди, я сюда вперед встану. Ребят, готовим место. Вон мартыны валяются. Вот такие охотники сюда приезжают. Теребили. Мартынов стреляли. Зачем-то. Такой получился у нас скородочек неплохой. Эту часть хорошо прикрыли. Здесь, конечно, уже люди с лодками стояли, подвыдавили камыш. Сейчас выставляем чучела. Не знаю, мы сейчас кинем, Толян, с тобой чучел 5-6. Если будет толк, то будем здесь стоять. Если нет, то поплывем на ту сторону, под тот берег. Там было много утки, взлетало мы сейчас, плыли. А тут вообще утки нет, тут не вижу. Постой маленько, посмотрим сейчас. Сегодня смазал его. Маслицем. Вот, видите, надо чем-то красить. Вот это все сбивается. Откуда? Ага, вижу. Хоть уток посмотрели. Айда, прячься. Сейчас будем их наманивать. Так, рекорд у нас пятерочка. Рекорд пятерочка пошла. Угу. Так. Оп. Вот так вот и зачок держишь, тогда палец не защемляет. На АМР такого не было, конечно. Ну, посмотрим, сколько это ружье протянет. Я думаю, оно не протянет столько, сколько протянул АМР. Восемнадцать лет оно не отходит. Ох ты, четко. Био. Эх, шанса, ничего не вижу. Что, две выпало? Две, две. Я две выбил с выстрела. Вот они лежат обе. Одна и вторая. Вот, назад идут. Садись, садись. О, глупая утка, а. Офигеть, она глупая. Ох, что-то мы смазали с тобой. Что, смазали? Нифига. Так-то, в принципе, неплохо налетело. И мазанули. Стволы горячие аж. Нифига. Кто-то еще залез с табуны. На нас идут. Фуганол нам впереди. Какие ближе? Какие ближе? Высоковато, но попробовать можно. Подожди, пускай подойдут. Давай. Есть. Есть. Я двух выбил. Нифига, какая высотень. А где второй, Толян? Первый, где упал? Не вижу первого. А вон он уходит. Готов? Готов. Вот они. Толян, садись. Давай пока там поднимлась. Вот сейчас у нас шансы есть пострелять. Может, сядут? Бьем. Есть. Далеко не стреляю уже. Мария, вон та уходит. Сед, вроде все. Все вроде мертвые. Слушай, ну ты глушишь меня конкретно. Нет, вон уходит. Видишь, в голову подняла. Все. Вот это пошла жара в баню. А сейчас люди приезжают, заходят на плюс и пугают. Она сидела на плесиках. Что, где они? Нет. Вон еще одна идет. Вот сзади вот она еще одна. Сейчас я ее волшебный манком. Вон там бунны вдалеке огромные. Вот они снижаются. Есть. Укомом. Должи достать. Ага, еще идут. Пятерка делает свое дело. Ветер не могу привыкнуть еще. Поправки на ветер на большой делать. Ветерок хороший. Вот она идет. Все, присели. Не шевелимся. Там нет левее больше табунка? Это одна вот идет, да? Бей. Есть. Ты что мажешь-то, Анатолий? Делай вынос чуть-чуть подальше. Ты вынос маловато берешь. Вот это далеко унесет. Надо будет я там в камышевом в том смотреть. Лодку выгнать, ребятки, мы не можем, потому что мы всю засаду свою испортим. Но она комом. Утки комом падают. Вот пятерка шьет ее, просто вяжет целиком всю. Стройки есть подранки? Вот они, тлян. Садись. Далеко, блин, сели-то далеко. Ладно, не будем их трогать, там впереди еще летят. Может подплывут. Вот она, одна, видишь? Идет сюда ближе. Есть. Добивай. Добивай, добивай, это уйдет. Не вставай. Не вставай. Добил? А дальняя какая-то падала живая. Сколько? Все три лежат? Раз, два, три. Да, все три. Красавцы. Молодец, Анатолий. Ты научился маленько стрелять. Пускай поближе подойдет. Есть. Одна есть, вторая есть. Вот эту добивай. Зачем ты, когда она падает, стреляешь? Вот упала на воду, тогда добивай. Идут, 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 идут. Идут. Добивай. Добивай вот этого. И второго добивай. Есть. А сюда не выпало ни одного. Вон он плавает, выпало. Сбили же одного. Тоже живой. Ты смотри, нырнул. Ты повыше стоишь, тебе получше под углом стрелять его. Вон он. Бей. Блин, ну ты стрелок. Сейчас поближе подплывет как раз, если его шмальнул. Сейчас он вынырнет еще ближе. Где ты, где ты, где ты? Ну хорошо его зацепили, сильно не ныряет. Все, готов. А сегодня, ребятки, мы будем кушать тушенку. Тушенка свинина, тушенка говядина и курица тушеная. Вообще, я беру горелочку и всегда ее с кашей гречневой грею. Дома отвариваю кашку гречневую. Но мы сегодня выехали на 4-5 часиков, поэтому просто поедим тушенки. В этой тушенке нет никаких ешек. Пышек, пышек, ничего нет. Вот кто хочет, живет в городе, покушать домашнюю тушенку, пробуйте. В общем, вещь классная. Ссылочку я оставлю на инстаграм. У них, по-моему, только в инстаграме есть. Ребята не афишируют сильно, у них продажи хорошо идут, поэтому на инстаграм ссылочку оставлю. Кто хочет попробовать, шикарная вещь. Но я вам рекламендую, честно, ребят, свинину и говядину. Курятина, так как я охотник, мне не очень понравилась. Сейчас откроется. О, легко. Тут просто одно мясо. Вот просто одно мясо. Очень вкусно. Не даст тушенки поесть. Ага, вижу, вижу, вижу. Хорошо находит. Давай, 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 давай. Ха, да, прикинь, упал и нырнул. Вон он. Все, 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 все. Все, зателепался. Контрольный. Вот теперь точно все, даже не шевелится. Ребят, не надо подранков оставлять. Лучше патрон истратить, добить. А ты еще не стрелял? Ммм, попробуй. Ну, рекомендую прям вместе с гречневой кашей греть. Класс. В следующий раз возьму гречки, перемешаем, погреем. Кайфово. А главное, все. Экологически чистое, без добавок. Вижу, не даст тучка покушать. У меня ружье не заряженное, дай патрон. Бей. Че не стрелял? Ты ее отцелишься. А, ты целишься. Все, наповал. Слушай, семь с половиной ты мне дал. Отдача небольшая, но прям, слушай, вяжет ее вообще семь с половиной. Прям сразу комом. Ладно, давай кушать. Я не знаю, но она уже уходит на дистанцию, на дальнюю. Она услышала, как я затвором чакнул. Прям так классно. Она увидела и сразу начала высоту набирать. Ладно, ребят. Отобедуем классной тушенкой. Барский двор. И будем продолжать нашу охоту. Звонкий монок вообще. Бьем. Есть. Добил. Все готовое. Еще раз повторюсь. Ружьем я пока рад. Пока рад. Не было ни одного клина. Бой неплохой. Единственное, переживаю, что выдержит ли она столько, сколько МР. Будет ли у нее такой же огромный настрел. Порядки 20 тысяч выстрелов. Или не будет. Все проверим. Все покажем вам. Все увидите. Вот эти крутанутся. Прячемся. Смотри, как я их наманил. Монок просто вообще какой-то, блин, чудеса творит. Пускай сядут. Блин, я не зарядился. Я не зарядился. Нифига в упор промазал. А, ты двух выбил? Молодец. Вот одна, он вторая. Вот еще подсаживается. Садись. Давай, бей. Твоя. Долго ты целись, Атолян. А я не наверняка, что ли? Все, отплыла. Вот она нашла, но самый на выстрел. Вот ты три секунды, пока выцеливаешься, она уже улетает на 15-20 метров за эти 3-5 секунд. И стрелять уже поздно. И стрелять уже поздно. Да мне надо, чтобы вынос какой делать, чтобы она падает. Ты выстрелил ее сперва. Вынос не останавливая сделал и нажимаю. Некоторые делают вынос, останавливаются и нажимают. Пока ружье еще ведется, ты уже делаешь, нажимаешь на курок. Вот тогда будешь попадать. Только ружье остановил, все, она за эти доли секунды уже прошла твою мушку. Вот они. Да вот, смотри слева. Видишь, вон тамбончик хороший. Вот эту сторону, конечно, бы мне прикрыть. Вообще все сильно видно. Вот идет лоб. Садись. Одиночка. Как правило, одиночка. Сейчас она на челах у нас будет. Попробуй сейчас сам сбить. Эх, ко мне пошла. Наверное, я попробую. Отлично. Вот сейчас вот эти вот на тебя, возможно, налетят. Бей их близко, сильно не подпускай и далеко не стреляй. Один упал или два? Нырнул. Представляешь? Офигеть. Где он? Вон он. А, все, все, все. Даже патрон тратить не буду. Нырнул и вынырнул полумертвый. Мотор, как я и говорил, делают у нас в Новосибирской области, в Искитиме. Поэтому, ребят, не берите, где попало. Это проверено уже годами. Ноги вот эти, болотоходы. Я не буду вам говорить, как бы и громко заявлять. Ну, есть люди, которые делают из других регионов. Они закупают тут у нас комплектующие. И вы у них берете даже дороже. Зачем? Вот у нас, у Алексея, я оставлю прям номер телефона. Оставлю номер телефона прям под видео. Звоните напрямую директору. И он вам объяснит, что и как. С каждым годом, естественно, моторы дорожают. Они усовершенствуются. Но сейчас они доведены до совершенства. И сейчас уже вот эти ноги, они даже издералюминия делают. То есть, запас прочности просто огромадный. Стоит толстенный ремень, которому сноса нет. Вот я даже с собой, смотрите, ключи не беру. Я раньше с собой брал запасной. Вот вспомните старые ролики. Брал запасной двигатель. Брал ключи. А сейчас с собой вообще ничего не беру. Потому что, ну, безотказная техника. Номер телефона оставлю. Можно ставить их на любые лодки. Можно там на казанке. Только транец надо будет усилить. И на всякие-всякие прочие. Сейчас последний налет крайний. И поедем собирать наших уточек. Классно. Я же спогодилась. Смотри, солнышко опять выглянуло. И утка, правда, летать перестала. Вроде дело к вечеру. Должна еще лучше начинать летать. А нет, уточки. Гагар тут, конечно. Вот там тысячи ее. Просто тысячи в камышах. Но она неинтересна. Не особо мы любители гагары. Все, ждем еще один налет. Осталось у меня, кстати, тут три патрона. Два крупные и три мелкие. Друг думал, гуси будут. Но гусей, как и ожидалось, осенью у нас нет. Это просто чудо сетно тебя налетит осенью гусь. Он весь еще до открытия уходит. На тебя. Давай, давай, давай. Бьем. Молодец. Молодец. Ух ты. Ох, гагары. Ох, ломанулись, как кони там по камышу. Ну что, все. Будем вылазить, хватит. Последний налет был. Давай сейчас ее заберем. Она упала сразу с краешку. Отцепляй веревку. А то мы сейчас потянем все за собой. Так, ружье разряжаю. Так, ребят, гильзы, которые попадают в лодку, мы забираем. Которые уносят ветром. Забирать нереально. Это или надо будет нанимать кого-то гильзособиральщика, который бы ваши гильзы собирал. Но самому собирать их просто невозможно. Вот если вертикалка, либо горизонталка, это другое дело. Вытащил и в лодку. У нас вот все, что мы смогли. Вот все в лодке лежит. Все потом выкинем. Даже коробочки мы не выкидываем. Все собираем. Вот она. Зари еще. Вот она справа. Бери ее. Свежая наша. Хоть чужих не собрать. Да, наша. Свежая. Где она была? Вон она, слева, Толян. Молодец. А это мартын дохлый. Это тоже, по-моему, не наша. Слушай, да тут утки дохлые. Вон еще одна. Смотри, чтобы свежие были и наши. Это могли охотники настрелять с открытия. Вот если она еще не вкул, это значит наша. Ну-ка. Вот тут две штуки лежит сразу. Давай подтолкнусь. Смотри, ну вот по идее, вот это старое видно 100%. Она даже, да это даже не утка. Это что такое? Ёпарасы, они и андатор стреляли. Они все подряд стреляли. Свинтус, и она уже надулся. Это не наша. Вот это свежая, видно. Ну-ка, поднимай. Вот это свежая, это, скорее всего, наши ветром принесло. А ты видел, там Мартын лежал? Второго Мартына они зашмальнали. Ну-ка, дай я посмотрю. Ну, это свежая. Это наша. Свежак, свежак. Охренеть. Ари, ари. Вот это да. Она по берегу едет, ребята. Слышишь, она реально по берегу едет. Так мы сейчас прицеп сейчас хорошо откатим сюда с грязи. Я прямо на машине сюда подъеду. И не надо ее там грузить нам. Нифига. Просто тупо по грязи пролетел. Смотрите, нет воды. Мощь, мощь эскетинских моторов. Кто тут у нас, да, эскетинские моторы. Гордей. Моторс. Красота. Ну что, ребятки, добыли мы на двоих 18 штучек. 18 штучек. Вся утка однообразная практически. Вот один черотчик только попался. И серая. Остальное все. Одна и та же. О. Молоденькие, не знаю, как теребиться будут. Сейчас я посмотрю, вот самую крупную взял. О, вот этот, слушай, вообще классный. Он прямо жирненький уже. А ну-ка серенькую. Кряковую. Да тоже, слушай, ну есть пеньки, но не так уж и много. Терпимо. В общем, ребят, хорошая была охота. Пацаном серая. Свись. Сейчас будем записывать, грузить лодочку. Охота, конечно, удалась. Ну, а кому понравилась охота, ставьте лайки. Нажмите кнопочку подписаться и колокольчик под этим видео. Ведь дальше будет еще интересней. Давайте всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok